Поздравляю вас с праздником! У вас скоро 7 лет будет. Гостей ждали с волнением, хотя к вниманию семья Старцевых привыкла 5 лет подряд. Их фотография украшает информационную брошюру о мерах поддержки для родителей. Младшее поколение сразу бросилось рассматривать подарки. Школьные ранцы, канцелярские принадлежности, глобус. В сентябре все трое детей пойдут в первый класс. А для лета скейборды, игры и мячи. Очень кстати. Мальчишки Павел и Ярослав – начинающие футболисты. Мы тут за школой футбол играем. За школой есть футбол большого пуля. Рождение тройняшек для семьи стало тройным счастьем. Хотя поначалу приходилось нелегко. С воспитанием детей помогали бабушки. А материальная поддержка была от государства, области и города. С жилищными условиями проблем не возникло. Была ипотека, и вот трое детей родилось. Сложный период был. Была в Самаре программа. 18 метров списывали за каждого ребенка. При рождении троих нам остаток ипотеки списали. В Самарском регионе поддержки многодетных семей. Особое внимание действует программа «Доступное жилье для молодых семей». Как следствие, рождаемость растет с каждым годом. А семей с тремя и более детьми за пять лет стало в два раза больше. На самом деле, молодые семьи не принимают решения о пополнении, если нет условий достойных. И вот город старается, чтобы условия такие создавались в Самаре. Мы чувствуем поддержку и общественности, и губернатор очень сильно поддерживает, заинтересован в том, чтобы город преображался. Тройняшки уже проявляют таланты, побеждают взрослых в шахматы и шашки, учат иностранные языки, танцуют и поют. А мальчишки хотят пойти по стопам отца и работать в IT-сфере. Паша, говорит, будет разрабатывать новые лазерные технологии. Как раз для этого в Самаре есть все возможности. С выбором вуза в родном городе проблем точно не возникнет. Марина Кравцова, Артём Слайманов. События.